Привет. Вот так вот интересно, да? Вот так вот мгновение и тайны как будто никакой и не было. Интересная ситуация, но мы сегодня не об этом. Для чего это? Зачем это? К чему это? Где это можно использовать? Потому что я так захотел, я решил попробовать, я люблю эксперименты, я не люблю эксперименты. Необратимые, это один из них, но плевать. Anyway. Стримы, естественно, это можно использовать в стримах, мы можем записывать какие-то игры, а также с вебкой, но тут будет одна небольшая ремарочка. На удивление, многие фан-арты, которые рисовались на протяжении долгого времени, очень часто попадали в хотя бы примерное описание вот этого вот, хотя вот этого было вот и в помине никакого не было. Это интересно, мне понравилось. Ну так что ж, как это пришло? Ну, просто пришло на самом деле, никакой тут истории нету, я просто сидел, думал, что бы мне сделать, и я такой типа, ну, хер ли нет. Статистика показывает, что так или иначе стримы и ролики с присутствием человека, с визуальным отображением человека, который существует в вот этой вот рамке монитора, почему-то это лучше усваивается, это больше смотрят. Как это работает, понятия не имею, но anyway, значит, будет лучше. Хоренственно. Где это можно использовать? Стримы. Как я уже сказал, мы будем стримить, опыт уже был, не понравилось, но ничего. Какая проблема со стримами? Вот эта вебка, она очень, она, она, ей 6 лет, если не больше, она очень плохо себя чувствует, и, конечно, не хотелось бы, чтобы она загнулась, я думаю, что так и будет со временем. В принципе, она может только 720p 30 fps, и там, anyway, еще бы ты не ставил какие-то непонятные помехи вот здесь, вот, но это неважно. В принципе, если это несмотребельно, если это плохо, то похер, купим новую вебку. Донаты, кстати, в описании, вы можете с этим помочь. В принципе, пока что для меня, с тем, как я это настроил, оно, в принципе, как по мне, смотребельно, наверное. И, ну, пока что попробуем, просто поэкспериментируем, какое-то время это будет так. Если появится какая-то необходимость, то, значит, будет новая вебка. Разговорные ролики. И разговорные ролики, естественно, те, которые я делаю не так часто, как все остальное, но, тем не менее, такие периодически выходят. И что из этого получается? Например, вот этот миксап рандомных моментов с трейлеров, с игр, с прохождением моего, с моего футажа, не моего футажа, трейлеры фильмов. Это надоело просто, да? И хоть чем-то можно будет это разбавлять. Как-то это интересно, может быть, обыгрывать. Об этом я тоже подумаю. Пока что у меня только вот это есть. Вот это вот. Я ничего более пока что не придумывал, как то или иное совершать. Поэтому это просто пока что эксперимент, который мы будем развивать и пробовать разные вариации того, что можно с этим сделать. Естественно, это будет интереснее, я думаю, чем просто смотреть на какие-то рандомные картинки. Это можно будет разбавлять. Прохождение. Вот тут момент. Поскольку при появлении какого-нибудь вот такой вот рамки, которую на стриме я еще могу контролировать просто банальным там нажатием на клавиатуре, в прохождении это будет проблематичнее сделать. Это не главная проблема, конечно. Главная проблема то, что атмосфера, она будет вот так вот исчезать, как только появится вебка. Что бы я ни делал, так будет. Я более чем уверен, те ролики, которые будут выходить без вебкамеры, они по атмосфере будут намного лучше, нежели чем вот это. И, соответственно, мне хотелось бы, наверное, все-таки тут сделать такое решение, что иногда я буду это использовать в тех играх, где атмосфера не так важна. Например, Anthem выйдет, там атмосфера, ну, хер с ней. Да, будет Resident Evil 2, ну, там интересно, хоррор, надо походить, попугаться. Хотя, вряд ли там пугаться, тебе дают оружие. Хорроры не работают никогда с оружием, не страшно. Метро будет, естественно, без вебки, там пипец атмосфера, красиво, все, вау, клево. Ну, какой-нибудь, я говорю, вот Anthem, Devil May Cry, может быть, какие-то демо-версии, кстати, которые тоже будут выходить, я не знаю, разные ролики. То есть, в зависимости от самой игры, нужна там атмосфера, нет? И я буду это использовать. Не нужна, значит, не буду. Вот, как-то так. На самом деле, такое бесполезное достаточно видео, ну, в плане просто информации, потому что, ну, зачем оно нужно, непонятно. Но, да, согласитесь, было бы странно, если бы я просто включил стрим и такой, типа, привет. Мы сегодня играем в какую-то игру, Dead Space, кстати, да. Я говорил об этом на стриме, будет Dead Space, это довольно интересная игра для, как раз-таки, того, чтобы начать пробовать вот эту вот фигню, там, с эмоциями человека. Как-то статистика, ненавижу ее. Короче, это будет, я думаю, интересно. Это вот такое бесполезное видео, но, тем не менее, увидимся мы с вами уже во воскресенье на стриме по Dead Space, про который я говорил уже, скажу еще раз. Ну, естественно, анонсы, всякую такую хрень, вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Вот, а также рекомендую подписаться на Инстаграм, на Твиттер, подпишитесь. Очень там интересно будет, если вы начнете туда подписываться, потому что, как бы, ну, вы начните, а там будет контент. Вот, да, в общем-то, увидимся с вами через несколько дней, вот, в таком формате. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok